С обзором основных событий информационный выпуск Вести Дагестан. Сегодня 29 августа, вторник. В студии Мара Багирова. Доброе утро. Глава Дагестана приняла участие в закрытии Международного молодежного образовательного форума Каспии-2017. Выступая перед участниками форума, Рамазан Абдулатипов отметил, что одной из главных задач саммита является развитие молодежного сотрудничества на Каспии. Руководитель республики также отметил, что в Дагестане придается особое значение работе с молодежью. Так, в минувшем году был принят закон о молодежной политике в республике, который устанавливает правовые и организационные экономические основы формирования и реализации в регионе молодежной политики. Временно исполняющий обязанности председателя правительства Дагестана Рамазан Алию проверил ход строительства социально значимых объектов республики. В первую очередь он посетил строительную площадку в микрорайоне 5-й поселок Махачкалы, дополнительного блока на 604 ученических места к школе номер 10. Сдача объекта намечена на декабрь текущего года. Затем он проинспектировал ход строительства объекта исторического парка «Россия. Моя история». В настоящее время здесь совершаются работы по облицовке фасада здания, а также обшивке карниза кровли. Министр образования и науки Шахабашаха проверил готовность к открытию новой школы в Каспийске. Напомним, Республиканский образовательный центр откроет свои двери ученикам 1 сентября. Глава ведомства осмотрелся под зал, столовую, два бассейна и учебные классы нового учреждения. Школа рассчитана более чем на 1200 ученических мест и укомплектована современными средствами обучения. Все учебные помещения оснащены интерактивными учебными комплексами, интерактивной доской, акустической системой, короткофокусным проектором и моноблоком. Отметим также, для обеспечения безопасности в школе установлено 87 камер видеонаблюдения. Махачкале прошел Республиканский кинофестиваль «Мирный Дагестан», приуроченный ко дню российского кино. Свои работы на нем представили как телевизионщики, так и кинематографисты. То есть те, кто согласно популярной песне из всех профессий выбрал самую прекрасную. Но уже после объявления лауреатов фестиваля для всех дагестанских киноманов наступила ночь кино. Попасть в этот экранный мир могли все желающие. Магомед Баширов продолжит. Из 40 представленных на фестивале работ в финальную часть прошла ровно половина. Такой отбор объясняется необходимостью поддержания заданной тематики. Основной и важной темой был обозначен антитеррор. Поэтому работ по этой проблеме в финале оказалось большинство. Задача фестиваля создать благоприятные условия для общения профессиональных авторов и любительских авторов. Поделить опытом и стимулировать развитие любительского кинотворчества в Республике Дагестан. В течение четырех дней жюри, в составе которого опытные работники телевидения и союза кинематографистов Дагестана, отсмотрели все работы. Здесь не только фильмы, но и небольшие ролики. После увиденного можно сделать вывод. Интерес к кино в Республике есть. И судя по фильмам, перспективы у создателей весьма неплохие. У нас очень много тем, как исторические, так и современные. Дагестан насыщен подобными темами. И хотелось бы, чтобы ребята немножко работали бы мозгами. Старались бы не только о своем ауле, сугубо дагестанской теме. Хотелось бы, чтобы общечеловеческая тема была. В основной программе фестиваля были обозначены три номинации – лучшая операторская, режиссерская и авторская работы. Лучшие операторские работы фестиваля признали в фильм «Проботливские события» 1999 года, снятый Камилем Ибрагимовым. А в режиссерской номинации первым стал Эмин Фатулаев и его комедия «Посетители». Для любого режиссера, конечно, признание – оно важно, но, конечно, хотелось бы, чтобы это было в первый же год, как фильм вышел. Но и сейчас, я думаю, все равно приятно. Любому человеку приятно, когда результат работы его признают другие люди, и тем более профессионалы, как бы всегда приятно. «Восточный капкан» – фильм молодого автора Мурада Гайдарбекова стал главным открытием фестиваля. Работа посвящена теме возникновения так называемого «Исламского государства». Более года неустанной работы, и вот признание на фестивале – самый большой сюрприз для автора. Я, как теолог, человек, который изучал арабский язык, я использовал не только русскоязычные источники, а и заглядывал в арабские ресурсы какие-то, контент арабский, и видео, и статьи какие-то. Ну, было, конечно, как говорится, с листа это изучить, с чистой бумаги, очень было тяжело. Все пришлось изучать, и на изучение все же больше прошло времени, чем на монтаж или на сбор каких-то видеоряда. После объявления всех лауреатов наступила ночь кино. Акция под таким названием прошла по всем городам России, к которым присоединились и махачкалинцы. Все зрители фестиваля могли посмотреть лучшие российские фильмы на большом экране и абсолютно бесплатно. Бизнес-тренинг для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Начни и совершенствуй свой бизнес» пройдет с 4 по 8 сентября в Махачкале. Стать участниками тренинга смогут 30 человек, которые хотят открыть и развивать собственное дело. Курсы проводятся на бесплатной основе. По окончании обучения слушатели получат соответствующий сертификат. Добавим, что тренинги пройдут в рамках учебной программы Международной организации труда. Их инициатором выступила компания «Финансгрупп». А сейчас наша постоянная рубрика «Здоровье». Сегодня речь пойдет о таком интересном явлении, как эффект дежавю. Что это такое, разъясняет медицинский психолог Асья Амарова. Дежавю – психическое состояние, при котором человек ощущает, что он когда-то уже был в подобной ситуации. Вспомните, наверняка с вами случалось такое наваждение. Очутились в незнакомом месте, в доме или на улице, и у вас вдруг появилось смутное ощущение, что вы здесь уже были. Ученые взялись серьезно изучать это необычное явление в 2009 году. Тогда специалисты университета заявили, что обнаружили область головного мозга, отвечающая за формирование этого мистического чувства. Главную роль при дежавю играют нейроны в зубчатой извилине гиппокампа, которые позволяют почти мгновенно распознавать мельчайшие различия в похожих образах. Благодаря деятельности этого участка человек осознает, какие впечатления напоминают те, что он уже видел, а какие принципиально новые. Гиппокамп как бы делит опыт человека на прошлое и настоящее, но когда два впечатления оказываются слишком похожими, работа гиппокампа зависает, что и приводит к странным воспоминаниям. После открытия в 2009 году остался непросненным только один вопрос – этот феномен присущ здоровым людям или не очень? Ответить делись исследователи из университета Чехии и Великобритании. Они выяснили, что в основе дежавю лежит нейрофизиологическая аномалия. Она возникает еще в младенческом возрасте при сбое в процессе формирования мозга. В результате та область мозга, где серое вещество сообщается за гиппокампом, не получает должного развития. Недостаток серого вещества делает гиппокамп не очень контролируемым. И в особые моменты, как правило, во время усталости и стрессов оно становится чрезмерно возбудимым. В итоге рождается воспоминание о том, чего никогда и не было. Окачательный диагноз ученых – неутешительный дежавю неврологическое расстройство. Концерт к 16-летию Махачкалы «Столице моей посвящается» пройдет сегодня на летней площадке Дагестанской государственной филармонии. В рамках проекта Аварский театр раздаст 200 бесплатных билетов на концерт семьям, участникам Великой Отечественной войны и погибших работников полиции, участникам чернобыльских событий и локальных военных конфликтов, а также детям и спортсменам с ограниченными возможностями здоровья. Руководство театра планирует подобного рода проекты при поддержке их мэрии провести ее в ряде других городов республики. Отборочный этап конкурса молодых талантов «Арина Славы» прошел в Каспийске. По его итогам финальную часть прошли 15 юных дарований в возрасте от 7 до 18 лет. Напомним, победители получат денежные вознаграждения в размере 150 и 30 тысяч рублей. За первое, второе и третье место соответственно. Дагестанский тренер Гайдар Гайдарова попал на страницу популярнейшей итальянской спортивной газеты. В выпуске от 26 августа заслуженный тренер России изображен с победившим на чемпионате мира по вольной борьбе итальянцем Франком Чамизе. Материал ведущего спортивного издания «Италии» посвящен триумфу Чамизе, который готовился к чемпионату мира под руководством Гайдара Гайдарова в Махачкале. И о погоде. В Махачкале ожидается без осадка. Ветер север западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха 29-31 градус. Вода в море 26 градусов. Выслушали информационный выпуск «Квести Дагестан». Удачного дня и позитивного настроения вам желает редактор Шарипат Шульгина, звукорежиссер Гульнара Керимова и я, Эмара Багирова.